ТАТИРА ТИНДА ТА ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал Коротко А Не Коротком. С вами Кин и вы это сделали. И если признаться честно, то я в шоке. Вы все-таки накидали сотню лайков под этим обзором. И сегодня мы еще пару раз к нему вернемся, так что ссылку на него я оставлю в описании. Я, как и обещал, прочитал мангу. Признаюсь, это было сложно, так как я не привык читать справа налево. И сейчас попробую сравнить, что было в манге, что в сериале, а что в первых трех эпизодах аниме. И да, я делаю сравнительный обзор первый раз, так что не судите строго. Ну а если вы вообще не в курсе, что это за Алиса такая и что он забыл в пограничье, то смотрите обзор. И да, если вы не смотрели сериал, то вы должны понимать, что тут будут спойлеры. Жирные такие. А то, как я вам расскажу про события сериала, не рассказывая про события сериала. Также сразу предупрежу, что на каких-то не особо важных событиях я заострять внимание не буду. Ладно, не будем затягивать и приступим. Начинается сериал, в принципе, как и в манге. Разными словами, но с одним смыслом нас знакомят с главными героями. Разве что в сериале опускают момент со школой. Хотя в этом моменте мы видим, что Ирису не гений, а показывают нам это благодаря тесту, ответы в котором он ставит наугад. Также нам показывают момент того, как Каруба подружился с Ирисой и Чоутой. Позже мы узнаем, что в школе они немного общались, но именно что подружились они, когда Каруба защитил парней от хулиганов. В аниме вообще опускают момент знакомства нас с главными героями. Сразу начиная с основного события. Также в манге не было психотравмы Чоуты, связанной с событиями, произошедшими с мамой. Вообще, после знакомства мы имеем три стадии взросления. Чоута, наивный, глуповатый, легкомысленный, как ребенок. Ирису, сообразительный, но все же не желающий реализовать свой потенциал. Прям как подросток. И Карубе, серьезный, ответственный, сильный, но не бездурниная, как взрослый. Также в манге не было момента с его увольнением из бара, так как, как я понял, он им владел. И не было акцента на его любовном интересе, который в дальнейшем сыграет свою роль. Кстати, момент с пьянкой в баре в сериале наступает в качестве флэшбека. Тут же он идет как основное событие, по порядку. В аниме также. Дальнейшего момента с тем, как ребята веселятся на дороге, в манге и в аниме не было. В манге они просто гуляли после бара ночью позже до станции. И увидели фейерверк. Один из взрывов, которого переносит их в пограничье. С этого же стартует и событие аниме. А вот в сериале ребята краем глаза видят фейерверк, убегая от полиции. Прячутся в туалете и незаметно для них переносится. Здесь есть как минус, так и плюс. Минус в том, что нас лишили красочного перехода. Возможно, решив не заморачиваться с визуалом. А плюс в том, что в аниме и манге мы понимаем, что ребята куда-то переместились. Здесь же мир вокруг исчез. Что добавляет больше загадочности. После перемещения в манге ребята пробуждаются в пыльном баре Карубе. В аниме на пляже. В сериале, как я уже сказал, они никуда не перемещаются. Они просто выходят из туалета. Дальше во всех трех вариантах они обнаруживают, что людей нет. Дальнейшие события в мелочах разнятся, но в целом происходит одно и то же. Чоу-то думает, что это сон и ресурат свободе. Ребята обнаруживают, что еда пропала. Что говорит нам о каком-то временном скачке. Погулявшие, отдохнувшие ребята наталкиваются на первую игру. И вот тут пошли различия. Правда, в манге и аниме все почти по кадру повторяется. Ребята находят арку первой игры с праздничным оформлением. А вот в сериале ребят направляет табло на доме. Которое приводит их в какое-то игральное заведение. В манге и аниме ребята жуют, веселятся, пока не приходит Шибуке. Которая объясняет, что они стали частью игры. В сериале ребята доходят по указателям до лифта. Где, в отличие от манги и аниме, находят телефоны с правилами. И к ним присоединяется Шибуке. И в обзоре я уже говорил. Карубы хочет по незнанию покинуть игру. Но Энн его одергивает и показывает, что может случиться. Эй, оставаться опасно, надо валить. Стой! В сериале же все стоят на месте. И информацию нам просто бросают в лоб. Касательно самой игры, тут нас ждет совсем разный расклад. Общего у которого только карта. Тройка треф. В манге и аниме первая игра, вытяни предсказание и ответь на вопрос. Ошибешься и в тебя прилетит столько огненных стрел. Насколько ты ошибся? В сериале же первое испытание «Найди выход», выбрав нужную из двух дверей. Также отличие в том, что в сериале к ним присоединяется вот она. Назовем ее «Экспозиция», целью которой является показать последствия неверного выбора. По сути, ключевые моменты во всех трех вариациях одинаковые, хоть игры и разные. Чоу таранит в ногу. Шибуке говорит, что она уже участвовала в играх. Ирису впадает в ступор. Карубы его пробуждает. Из того, что сериалы и аниме упустили, и как по мне это очень важно, это волосатая бородавка. Дело в том, что Карубы и Ирису познакомились еще в пятом классе, когда до Ирису докапывался хулиган. И Ирису ему ответил, но не силой, а наблюдательностью. Ирису заметил на шее хулигана бородавку с волосиной. И он с Карубы начали его ей травить и стебаться, пока хулиган не сломался. И вроде такая мелкая деталь. А рассказывает нам о том, что хоть Ирису и не гений, но он ужасно наблюдателен. И может в нужный момент сопоставлять свои наблюдения. Поэтому Карубы с такой самоотверженностью доверяют ему. И без этого, конечно, понятно, что Карубы и так доверился бы ему как другу. Но все же с этим небольшим фрагментом пазл кажется собранней. Как бы то ни было, в манге и аниме Ирису понимает, что надо смотреть не на вопрос или ответ, а на саму бумажку с предсказанием. Так как в ней есть подсказка и куда идти, и откуда прилетят стрелы. А в сериале Ирису, отталкиваясь от своих наблюдений, понимает строение здания. Хотя, если бы Чоуто не снимал первый вход на камеру, то гореть им синим пламенем. Но это уже так, придирка. А тем временем, первая игра пройдена. В манге и аниме ребята попадают в убежище, где им распечатывают визы. В сериале они выбираются на свободу и получают визу на телефон. После чего они встречают чувака, у которого вышел срок визы. В манге они также его встречают, но чуть позже. Перед этим они успевают прогуляться по пустынному Токио до больницы, чтобы обработать рану Чоуто. А между делом Шибуки рассказывает, как тут все устроено. Я лично на это отвлекаться не буду, если что, смотрите обзор. В аниме тоже есть прогулки, но они немного сокращены. И ребята почти сразу оказываются в больнице, где также появляется тот самый будущий труп. На этом первая серия заканчивается. Приступаем ко второй. И манга начинается с того, что нас ближе знакомят с проблемами главных героев. В их прошлой жизни. Чоуто рос при вечно скандалящих родителях. Шибуки работала под травлей босса. Мама Каруба была, скажем так, легкодоступной. А Арису рос в тени брата, под прессингом отца. После чего нас переносят на рыбалку. Где Чоуто смог поймать рыбу для ребят на обед. Все это сопровождается милой дружеской болтовней. С этого же начинается и аниме. Только опустив знакомство с проблемами. Но вбросив флэшбэк посиделок в баре, которые были в начале манги. Сериал же начинается с того, что ребята в каком-то отеле пытаются разобраться, что из техники работает. То, в чем нет микросхем. Дальше ребята кушают консервы и нам показывают флэшбэк Шибуки. И пожалуй его можно сравнить с тем, что было в манге. Только в сериале босс ее прессовал немножко по-другому. Дальше все в принципе идет по одной линии. Во всех вариантах. Ребята понимают, что надо играть еще, чтобы продлить визу. Чоуто пока играть не может и говорит, что вряд ли переживет происходящее. Один момент отличается. В сериале Ирису начинает задаваться вопросом о том, кто здесь гейммастер. Создатель игры, проще говоря. И что игра должна отражать его характер. Дальше Каруба и Ирису во всех вариантах принимают решение играть сегодня. А Шибуки решает остаться с Чоуто. С наступлением ночи Каруба и Ирису находят место игры. Которые во всех случаях оказываются салки, догонялки. В зависимости от перевода. В манге Шибуки, Чоуто и Арису. А в сериале только Арису. Подмечают, что в здании, где проходит игра, есть электричество. Также ребята знакомятся с Нитобе. Который в сериале и манге объясняет смысл масти карты. А вот в аниме этот момент сократили. Правда, в манге ему не дают закончить. И сказать значение червей. К отличиям можно отнести и вот этого парня. В аниме и манге я его не заметил. Также в манге объясняют, что здание это выбрано не случайно. Когда-то давно в нем совершил массовое убийство военный. После чего он был отправлен на каторгу. Но вернемся к игре. Ее условия везде одинаковы. В здании с кучей дверей надо найти одну незапертую. За этой дверью есть комната. Так называемая безопасная зона. Если в нее попасть за полчаса, то игра пройдена. Если нет, то все здание взорвется. Усложняет игру и то, что за участниками будет гоняться убийца. Игра начинается. И чуть ли не покадрово повторяется во всех вариантах. Арису, Карубе и Нитобе убегают. Прикидывая вариант расположения лестниц. Чешир гасится на верхнем этаже. Первое убийство. Нитобе убегает. И Рису и Карубе прячутся. Нитобе резко становится дырявым. В аниме и манге Карубе. А в сериале Арису предлагают всем объединиться. Чтобы одолеть водящего. Кролик прыгает по этажам. Чувак пытается сбежать, но взрывается. В сериале его убивает Лазар. В аниме и манге Рестлер. Вот с этим парнем решают атаковать Челолошадь. Но Рестлер не справляется. И его убивают. В сериале этих двух парней объединяют в одного борца вояку. Далее благодаря дыркам от пуль. Арису понимает где домик. Но. В манге и аниме его проходу мешает лошадь. Карубе на нее нападает. Но в манге вырубив лошадь. Карубе решает спрыгнуть с балкона. Чтобы спастись. На ходу уцепившись за балкон ниже. В тот момент когда лошадь приходит в себя. И хочет убить висящего Карубе. Ее отвлекает Чешир. В аниме почти так же. Только Карубе не спрыгивает. Он заламывает лошадь. И в момент когда тот хочет его убить. Ее также отвлекает Чешир. В сериале на данный момент. Первая лошадь все еще дерется с бойцом. А Арису попав в убежище с Чеширом. Понимает что лошади две. И ту что сидела в засаде. Вырубает шокером Чешир. Но во всех трех случаях. Оказывается что кнопки окончания игры. Две. И в сериале к отбивающемуся от лошади Ирису. А в манге и аниме просто. На помощь приходит кролик. Кнопки нажаты. И в манге и в аниме. Сразу же голова лошади изображает фейерверк. А в сериале это происходит спустя пару мгновений. И при этом Ирису и другие узнают что лошадь была таким же игроком как и они. И они находят рацию в которой говорится про пляж. И в аниме и в манге о том что лошадь была игроком. Узнает только Чешир. Также Чешир дает подсказку Карубе. Насчет радиочастоты таксистов. И в аниме и в манге ребята получают свои визы. И выходят из игры. Где их встречают Чоу Тайшибуки. Вторая игра. А заодно и серия окончена. И мы приступаем как по мне к самой тяжелой. Третьей серии. Третий том в манге. И третья серия в аниме начинается с того что Карубе находит радио. В машине таксиста. В котором говорят про пляж или берег. В зависимости от озвучки. Дальше Шибуки делится своей историей. Про то что она выиграла в червях в поезде. И она с Чоу Та начинают страстно любить друг друга. В сериале их любовь происходит еще во второй серии. В промежутках догонялок. Я специально не хотел нарушать хронологии. Поэтому придержал это до этого момента. И сразу должен отметить. Что в манге ее рассказ очень детальный. И с полным погружением. В аниме также рассказ довольно подробный. С небольшими флешбеками. А вот в сериале все это преподносится очень топорно и неестественно. А поэтому связь Шибуки и Чоу Та куда сильнее ощущается в манге и аниме. Нежели в сериале. Так что третья серия сериала начинается с того где закончилась вторая. Ирису предлагает кролику присоединиться. Та отказывается. А Чиширо находит странный рисунок. В манге и аниме этого рисунка нет. По крайней мере пока. Дальше в сериале идет болтовня о том что сегодня надо играть всем. Потом болтовня самобичевания Арису. И флешбеки Карубе о его возлюбленной. Наступает время новой игры. В аниме и манге нас откидывают немного назад во времени. До попадания на игру. Где в манге Шибуки вносит разлад в общение друзей. Посеяв сомнение в голову Чоу Та. Сказав что она и Чоу Та отличаются от Карубе и Арису. Своим восприятием игры. В аниме этого нет. А в сериале так и вообще разговор не о том. Хотя если так подумать. То в контексте дальнейших событий это очень важно. Так как доверие не слабо подорвано. И все это подкреплено стрессом. Также Карубе рассказывает Арису о радио и пляже. Перемотаем немного вперед. И тут на самом деле особо-то и сравнивать не нужно. Сериалы и аниме довольно четко передают события манги. Разве что в сериале есть махонькие отличия. Правила игры прятки. Вкратце. Участники должны надеть ошейник с глазом. При этом трое участников становятся овечками. А один волком. Но как только волк встретится взглядом с овечкой. То овечка станет волком. И по итогу игры выживет только волк. А овечкам взорвут ошейники. В общем если проще прятаться должен волк. Дальше события идут почти один в один. Шибуки убегает. Карубе догоняет. В манге и аниме в ходе событий Арису получает волка от Чоуте. В сериале волк достается ему от Карубе. И когда Шибуки хочет его отнять. Ее сбивает Чоута. Чтобы защитить Арису. В манге и аниме в это время все просто сидели и ждали. А Арису будучи волком прятался. В сериале есть отличие которое идет ему на пользу. В сериале Арису не просто прячется. А пытается снять ошейник. Чтобы разобраться как это работает. А потом он уже прячется. Но не с мыслями которые были в манге или аниме. Я буду сидеть здесь. И никаких эмоций. Тогда я смогу дожить до завтра. А просто прячется и боится. Он в ступоре. Он не знает что делать. Пока во всех трех случаях слово не берет Чоута. Пробуждая в героях воспоминания об их дружбе. Только в манге все начинается с того. Что нам показывают как Арису и Чоута познакомились. А случилось это в школе. С Чоута тогда мало кто общался. И все считали его наивным дурачком. Пока однажды Арису в порыве ярости из-за отца. Разбивает стекло своего дома. А Чоута проходящий рядом берет вину на себя. А делает он это потому что как он сказал. Он увидел что Арису был грустный. С тех пор они и начали общаться и дружить. Дальше во всех вариантах воспоминания более менее схожи. Там и ферма в Австралии. Мы друзья и прочее. Разве что в сериале есть момент когда Каруба держит кольцо. И вспоминает о возлюбленной. Это также приводит его в чувство. После чего во всех вариантах происходит одно и то же. Арису хочет выйти из игры. Отдав волка. Но уже все овечки прячутся. Давай Арису выжить. Время истекает. Бах, бах, бах. Все мертвы кроме Арису. В манге Арису в последних каплях рассудка понимает что не хочет находить тела друзей. Но думаю понятно. Это не потому что он какая-то мразь. Просто ему страшно. Стыдно. Но все же бросать так он их не хочет. А поэтому он поджигает локацию и вырубается. В аниме локацию сжигает сигарета трупа Каруба. И Арису также вырубается. Но перед этим к нему подходит кролик со словами. Хочешь жить? В сериале Арису просто впадает в истерику. И на этом серия заканчивается. А вот то манги нет. Есть еще пара страниц которые перекинулись на четвертую серию. О которой я расскажу в следующий раз. Что ж признаюсь честно. Даже пересматривая сериалы аниме в третий раз. Третья серия далась мне. Очень тяжело. Конечно не так как в первый раз. Но все же осадок остался. Ну а на этом у нас все. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео. То подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ну а в комментариях напишите. Как вам такой разбор, обзор, сравнение. Понравился или нет. Ну а я в ближайшее время займусь росом остальных серий. А в описании вас будут ждать ссылки. По которым вы можете поддержать канал. А также ссылки на мой инстаграм и группу ВК. В которые мы выкладываем новости различных кино и сериалов. Также не забывайте. Что по средам или четвергам у нас проходят стримы. На которых мы смотрим разного рода короткометражки. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока.